При покупке недвижимости нужно учитывать достаточно большое количество факторов. Тогда получится приобрести ликвидную недвижимость, которую впоследствии можно будет выгодно продать. Как же найти такую недвижимость, обсудим с нашим постоянным экспертом, генеральным директором риэлторской компании Александром Дмитриевым. Доброе утро, Александр. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну, вообще, как-то вот, мне кажется, сейчас о покупке недвижимости говорить немного сложновато. Наше нестабильное экономическое время. С одной стороны, да. С другой стороны, не устаю повторять, что мы живем в Екатеринбурге, а Екатеринбург это все-таки не курортный регион. И подавляющее большинство покупателей в риэлторских компаниях, они не думают об этом как об инвестициях. А на самом деле надо бы, о чем мы сегодня немножко поговорим. А в целом люди решают свои социальные задачи. И именно поэтому рынок, слава богу, тлеет, как-то движется, какие-то сделки происходят, потому что рождаются дети, люди создают семьи и так далее. Да, в этом смысле это еще хорошо мы так оказались здесь. Я хотел бы на что обратить внимание. Очень часто действительно бывает, что мы купили квартиру, а потом, когда нам приходит, ну, обстоятельства нас подталкивают продать ее, мы не можем ее продать за те же самые деньги, особенно в условиях последних трендов. То есть такого удорожания прямо нету, мягко говоря, да. Вот, и получается так, что многие из нас привыкли, что мы у застройщика покупаем, и у нас на стадии котлована купили, потом все подорожало на 25%, и мы уже в дамках в этом смысле. Но с введением системы SRO. Это если мы хотим продать. Да, это если мы хотим продать. Я хочу обратить внимание, да, как раз мы покупаем, не задумываясь, что потом нам надо будет продавать. Вот, и как все-таки выбирать квартиры, чтобы вот не получить потом вот этот вот дисконт. Вот раньше мы на стадии котлована старались покупать и получали прибыль, потому что объект дорожал. Сейчас с введением SRO все изменилось. То есть получается, что появилась новая закономерность на первичном рынке. Мы купили квартиру за 5 миллионов, а продать ее можем с дисконтом в лучшем случае минус там 10%. А сейчас в нынешнее время можно и 15 даже. Вот это просто закономерности. Вот, я не говорю, что все квартиры на первичке, ну, так невыгодно покупать. Но все-таки надо разбираться, потому что там большое количество квартир, они уже слишком дорого продаются. В связи с тем еще, что ипотека с господдержкой и прочие моменты. А вы-то когда будете продавать, вы не будете продавать с ипотекой с господдержкой. Там будут обычные ставки, это станет квартира на вторичном рынке. Вот просто ставьте себе галочку, важно разбираться. Есть, безусловно, объекты на первичке, где есть потенциал к приросту. Но много объектов, где его нет, он уже исчерпан, хотя там только третий этаж построен. Вот, дальше. На вторичном рынке. Казалось бы, вторичный рынок не имеет вот этих особенностей. И надо покупать там все, но далеко не все. Но я, знаете, если так вот в общих чертах, хочу обратить ваше внимание на то, что на вторичном рынке сейчас довольно интересные бывают ситуации, когда вы покупаете квартиру уже с готовым ремонтом. И с хорошим ремонтом. Ну, то есть, не то, чтобы это супер-супер-пупер евроремонт, а вот ремонт, когда люди сделали такую достойную, современный там, и ламинат, ничего такого супер, но квартирой можно пользоваться. И вот такой ремонт, он оценивается, его, чтобы сделать, надо потратить, может быть, тысяч там 700 в двухкомнатной квартире, а вы покупаете эту квартиру там с наценкой 1200. Ну, вот рынок такие объекты предлагает. Это я просто вот так, примеры, на что обратить внимание. Ну, что, вот, Александр Сергеевич, скажи, пожалуйста, вот выгоднее что покупать? Все-таки первичку сейчас или вот в данный момент, вот я имею в виду, или все-таки вторичка? Ну, вот по большому счету, на мой взгляд, вторичка интереснее. Но не всегда. Почему? Потому что ипотека, она все равно вносит определенные, ну, акценты расставляет. И получается вопрос, какая у вас стратегия. То есть вы собираетесь 20 лет выплачивать ипотеку, тогда, возможно, первичка интереснее. Но если вы семья, которая через 3 года решит завести пару детей, и вам надо будет ее продавать, то тогда очень часто бывает, что вторичка интересная. И я хочу еще попутно обратить ваше внимание, друзья, что бывают ситуации, ну, такие негативного характера, когда вы купили, потом продать трудно в любом случае. Ну, например, ремонт хороший в квартире. Но подъезд такой, что там запахи, и они там всегда. Ну, в силу там специфики этого дома. Вот имейте в виду окна на магистрально шумную. Очень сильно отталкивают. Ну, такие вот моменты. Потом, смотрите, бывают ситуации, когда конкуренция очень большая. Но это касается некоторых там микрорайонов, там, в Академии, в Солнечном. Казалось бы, новое все современное. Вы на вторичке купили. Но смотрите, сколько в продаже объектов. Вы смотрите, там, похожих на вашу квартиру. Миллион. Да, ну, 60 хотя бы всегда в продаже. Еще в аренду столько же сдается. Соответственно, будет конкуренция, вам будет трудно продавать потом. Вот такие вот моменты. А я сейчас, я прибью, крайние этажи сейчас как-то вот это является фактом? Является. Если мы на вторичный рынок попадаем, то первый этаж это всегда минус 12 примерно процентов. Ну, последний этаж процентов 5. Хотя застройщики упаковывают так, что чем выше, тем дороже. Это классный маркетинговый ход. Но как только эти квартиры попадают к нам на вторичку, мы не видим никаких преимуществ. Ну, если это не супер-супер видовые характеристики. Да, никто не задумывается, когда покупает верхний этаж, что вода-то дольше идет и остывает. Да, и все-таки еще, наверное, так ближе к финалу скажу, что планировки квартир, они влияют. То есть есть современные планировки, есть несовременные. И есть, ну, прямо целые диаграммы, как растут квартиры в спецпроектах, ну, то есть в современных квартирах. Бывает, что рынок там падает, он такой стагнирующий. Они не растут, но по отношению к ним, например, хрущевки с брежниками, по отношению к ним всегда дешевеют. Поэтому этот фактор надо учитывать. То есть совсем старое жилье залазит с точки зрения такой инвестиции, что потом оно отыграется. Оно хорошо, но если это, допустим, хрущевка, в которой сделан современный ремонт, но в районе, например, УПИ. Потому что она всегда будет хорошо продаваться. Ну, это практически центр, во-первых. Да, и практически центр, и там альтернативы нет, чтобы построить. И спрос хороший из-за студентов, ну, и в силу ряда того, что... И инфраструктура, ну, там, да. И мало-мало строят, мало нового жилья там появится в ближайшее время. Вот. Но тут, видите, надо всегда разбираться вот в этих нюансах. И все-таки, когда вы работаете с профессиональной компанией, гораздо интереснее понимать, и вы понимаете, что вы покупаете то, что можно потом продать. Самое главное, что нужно обращаться к профессионалам, чтобы они и тебе правильно и доступно объяснили, в чем преимущество, а в чем минус. Совершенно верно. Да? Но ведь и куда обращаться, Александр Сергеевич? Да. Ну, друзья, традиционно я рекомендую всем обращаться к нам в агентство недвижимости Диал. Мы работаем уже на рынке. 30-й год, только вдумайтесь. И накопили огромный опыт, поэтому мы понимаем, какую квартиру стоит купить, чтобы она потом принесла нам какой-то прирост в цене, а какую ни в коем случае не надо покупать. Опыт накоплен огромный, и у нас есть прекрасные ресурсы, просто пользуясь случаем, для рекламирования ваших объектов, поэтому даже если вы обращаетесь к нам за продажей, то мы продаем ваш объект несколько дороже, чем если бы вы это сделали сами. Ну и с покупкой мы поднаторели, потому что вам кажется, что вы купите квартиру за 5 миллионов, а мы вам поможем купить ее за 4 700. Обращайтесь, приходите на консультацию, мы расскажем вам, как мы это делаем. Работаем мы уже с 9 утра, работаем мы без выходных, ну а в будни вообще у нас длинный день до 9 вечера. Спасибо вам большое, генеральный директор риаловской компании Александр Сергеевич Дмитриев был у нас в гостях. Хорошего вам дня, удачи. Удачи всем. Спасибо.